Добрый вечер. Двустороннее сотрудничество казахстанских парламентариев и их европейских коллег началось еще в начале 2000-х годов. И в этом году прошло уже 16-е по счету заседание комитета парламентского сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом. В чем перспективы этого сотрудничества и каковы итоги этого парламентского взаимодействия, поговорим сегодня в брюссельской студии Европейского парламента с председателем комитета по международным делам обороны и безопасности. Мы жили с парламента нашей страны Мухтаром Тильдабекула Ерманом и главой делегацией Европейского парламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии евродепутатом Иветой Горигули Петерсе. Здравствуйте. Добрый вечер. Я благодарю вас за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. И прошлый год был очень значимым на внешнеполитическом уровне как для Казахстана, так и для Европейского Союза. Этот год очень судьбоносный для ЕС, так как в марте должно произойти событие, это выход Великобритании из Европейского Союза. В мае грядут европейские и парламентские выборы. Как сегодня можно охарактеризовать двустороннее взаимодействие между двумя парламентами и каковы его итоги? Я могу смело сказать, что наше сотрудничество между двумя парламентами, между парламентом Евросоюза и парламентом Казахстана очень хорошее. Я думаю, что вообще сотрудничество между Евросоюзом и Казахстаном никогда не было на таком хорошем открытом уровне, как она в последние годы. Как сегодня, да? Как сегодня. И грядущий выход, Brexit, выход Великобритании из Евросоюза и грядущие выборы Европарламента, я думаю, никак не повлияет. Потому что фундамент заложен очень хороший, очень стабильный. И в мае будет закончена работа над новой стратегией между Евросоюзом и Центральной Азией. Это, как говорится, еще один уровень выше, платформа выше, которая дает возможности для сотрудничества неограниченные. Спасибо большое. Мухтар Тильтабекула, скажите, пожалуйста, чего удалось достичь за этот период вот в этом межпарламентском сотрудничестве? И что осталось, может быть, на будущее уже до мая этого года, пока действует еще нынешняя регистратура евродепутатов? И, может быть, даже на осень, когда уже будет вновь избранный Европарламент и правительство Евросоюза? Дело в том, что каждое заседание нашего комитета – это открытый, заинтересованный, компетентный разговор. Это темы, связанные с внешней политикой, темы, связанные с безопасностью, в том числе ядерной безопасностью. Это темы, связанные с развитием региональной интеграции в Центральной Азии, проблематика Афганистана, проблематика роли Казахстана в разрешении сирийских, значит, очень болезненных вопросов. Это вопросы, связанные с тем, о чем мы говорили, внутреннее положение и экономика в странах Евросоюза. Понимаете? А база является не только та стратегия, которая действует, и новую стратегию, которую планируется опубликовать уже 15 мая 2019 года, но и соглашение о стратегическом партнерстве сотрудничества. Это очень важный документ, который был уже одобрен в 24 странах из 27. И мы надеемся, что в ближайшее время в трех странах завершатся необходимые процедуры. Это в Нидерландах, Италии и Кипре. И таким образом... А Великобритания уже не входит в этот счет, да? Великобритания, не, но Великобритания уже одобрила до того, как был поставлен вопрос о Брексите. Поэтому у нас есть очень серьезная, скажем так, политика, правовая база для нашего сотрудничества. А вот те кейсы, которые сегодня были озвучены, будущие кейсы в событиях в Европейском Союзе, они как-то повлияют на общую картину всего евразийского пространства? Вот чего ожидают в Казахстане? Мы рассчитываем на то, что наши отношения с Европейским Союзом будут динамично развиваться и впредь, потому что мы имеем очень устойчивый диалог на высшем политическом уровне. Мы имеем очень хорошие торгово-экономические отношения, и Европейский Союз является нашим основным торговым партнером и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. В свою очередь Казахстан является для Евросоюза ключевым партнером в регионе, и именно с Казахстаном связывает очень серьезные вопросы в обеспечении, во-первых, вопросов региональной безопасности, региональной интеграции, и также взаимодействия со всеми институтами Евросоюза. Возможно, в новом составе Европарламента появятся новые политические партии и силы, но я надеюсь, что нам удастся на той базе, которая уже имеется, все-таки установить позитивный диалог с нашими коллегами из Европарламента. Если приоткрыть чуть-чуть зависту предстоящих выборов, какие примерно партии могут пройти, на ваш взгляд? Это очень трудный вопрос. Политические группы в Европарламенте будут в основном такие же. Состав политических групп? Да. Будет раздел политической группы такой же. Социал-демократы, консервативные, people's party, либералы, коммунисты, зеленые. Но есть описание, да, и это никто не скрывает, что больше мандатов получат популистические депутаты. Правого толка? Правого, может, да, больше правого, потому что это самый легкий путь, как выбраться в парламент. Ну, основной стержень Европарламента останется такой же. Таких крутых поворотов не будет. Каковы перспективы нашего будущего сотрудничества? Может быть, в вопросе облегчения визового режима, что очень актуально для граждан нашей страны, которые посещают Европейский союз для бизнесменов? Мы принимали эти вопросы на наших предыдущих заседаниях, и мы видим понимание наших европейских партнеров в том, что у Казахстана есть все основания ставить вопросы именно в такой плоскости. Но на сегодняшний день я знаю, что готовится новый визовый кодекс в Европейском союзе, и пока просто в этом переговорном процессе наступила небольшая пауза. По поводу облегчения визового режима, да, есть наработки не в парламенте, а в комиссии. Довольно трудно договориться между всеми странами Евросоюза по поводу этого вопроса, но это на столе. Спасибо огромное. Будем надеяться, что будущие взаимоотношения Казахстана и Европейского союза будут только расширяться и укрепляться. Да, в этой связи мы буквально сегодня передали официальное приглашение нашим коллегам принять участие в работе четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится в Астане, и заявленная тема «Большая Евразия. Диалог. Доверие партнерства». Я думаю, что это будет хорошая площадка для того, чтобы мы могли еще раз сверить часы по самым актуальным вопросам. Спасибо огромное. Спасибо вам за участие в программе. А я напоминаю вам, что сегодня в брюссельской студии Европейского парламента мы поговорили об итогах 16-го заседания комитета парламентского сотрудничества «Казахстан-Европейский союз». До свидания и всего доброго.